И ты такой строишь Михайловский замок в центре Петербурга, окруженный рвом, там полно охраны, какие-то секретные галереи, тайные ходы, и потом тебя все-таки в нем же, в нем же, и убивают через сколько там, 40 дней после того, как заселяешься. Круто, да? Оу, всем привет, а мы тут как раз обсуждаем противоречия в смерти Павла Первого. Вообще, наверное, все его правление это одно сплошное противоречие, вот об этом мы с вами поговорим. Меня зовут Артемий, это История России для чайников, и давайте разложим по полочкам правление последнего императора эпохи дворцовых переворотов. Павел стал российским императором в 42 года. Довольно поздно, особенно если учесть, что все это время правила его мама немка, которая свела отца в могилу. И отношения между Павлом и Екатериной были, мягко говоря, натянутыми. Очень мягко говоря. Причем виноваты тут оба. Павел Петрович рос довольно любознательно молодым человеком, правда, с особо обостренными чувствами честности и справедливости. При всем при этом он даже увлекся идеями просвещения, путешествуя по Европе. Однако, чем больше он смотрел на правление своей матушки, тем больше в нем проявлялись другие качества. Вспыльчивость и упрямство. Засилие дворян, бардак в армии, где офицеры лишь тешились былыми победами и разъезжали по частям на каретах, разлагающееся чиновничество с взятками и кумовством. В общем, типичная картина при любом престарелом правителе. Ни на что не намекают. А еще молодые фавориты у старушки-императрицы, которые в открытую потешались над наследником престола. Павел долго копил обиды и становился все более нервным. Причем Екатерина II только подлила масло в огонь, фактически сослав своего сына в имение под Петербургом под названием Гатчина. Скорее всего, она опасалась, что ее сын стал слишком похожим на своего отца, нелюбимого ею мужа Петра III. Но это тот странный германофил, мы еще про него вот тут говорили. Между тем, Павел в своем новом имении установил собственные порядки и даже организовал себе мини-армию с железной дисциплиной. Императрица еще больше убедилась, что сын ей полная противоположность, а потому решила сделать ставку на внуков. Детей Павла, Александра и Константина в раннем возрасте забрали от отца и передали на воспитание бабушке и новым учителям. В какой-то момент даже был риск, что Екатерина назначит своим наследником внука Александра в обход сына Павла. Представляете, в каком гневе был тот? Вполне возможно, что такое завещание действительно было. Однако, как только в 1796 году Екатерина теряет сознание, в ее резиденции первым оказывается именно Павел, вместе со своими гачинскими войсками, которые быстро все опечатывают, фаворитов от императрицы изолируют, а ее саму оставляют наедине с сыном. Ну, может, еще пару каких-нибудь бумажек на ходу порвали. С кем не бывает. Так, стоп. Давайте-ка подытожим. У нас есть новый правитель, который всю свою молодость провел в деревне близ столицы, при этом там были собственные порядки и даже собственная мини-армия, и у него натянутые отношения со своим сыном... Это точно Павел, а не Петр Первый. И все-таки была у Екатерины Второй и ее сына одна общая черта. Это отношение к революциям. В 1789 году буржуазная революция во Франции сносит монархию. И все стали в Европе опасаться распространения этой французской заразы. И так всем уже насморка хватало. Ну, а когда французскому королю Людовику XVI публично отрубили голову, у Екатерины началась какая-то агрессия и зубы скрипят. Все контакты с Францией были разорваны. Труды французских просветителей Екатерина изъяла из печати. Под раздачу стали подпадать даже русские издатели и публицисты. Самый известный пример — Николай Новиков. Он вместе со своей типографией издавал тысячами отечественной и зарубежной книги и распространял их по всей России. В итоге ему впаяли смертную казнь, но потом заменили на 15 лет заключения. А все почему? Вот начитается народ книжек, еще поймет, что плохо живет. Поэтому не отвлекаемся, дальше бездумно листаем ленту в Инстаграме и не мешаем бабушке смотреть новости по телевизору. Но это еще что? Познакомьтесь вот с этим сорвиголовой. Александр Радищев — автор, пожалуй, самого яркого культурного перформанса конца 18 века. Он анонимно издал книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», где в своих описаниях российской действительности не стеснялся рубить правду матку. Так еще и осудил самодержавие. Екатерина довольно быстро раскрыла Радищева, назвала его бунтовщиком хуже Пугачева и тоже впаяла ему смертную казнь. Но потом великодушно заменила ее на бессрочную ссылку в Сибирь. Ну че, как там по просвещению? У Павла тоже не было никаких иллюзий в отношении революционеров. И французов тоже. Ну вы же знаете, француз равно революционер. Поэтому цензура стала еще жестче. Теперь нельзя было не только читать, но и носить все французское. Зато идеально подходит все немецкое. Поэтому вместо круглых шляп носим треуголки, вместо жилетов — камзолы, вместо башмаков с большими пряжками — ботфорты. А, и еще не танцуйте вальс. У, и упаси Боже употреблять слова «гражданин», «общество» и «отечество». Но это не первое, что сделал Павел. Прежде всего, во время коронации себя и своей жены он подписал акт о престоле наследии. Документ, который официально отменял введенный еще Петром Первым порядок престола наследия, по которому монарх сам определял себе наследника. Теперь только от мужчины к мужчине. Желательно от отца к сыну. Ну или в крайнем случае от брата к брату. И чтобы все были православными. Павел еще за 8 лет до своей коронации подготовил текст этого документа. Так сильно он опасался новых дворцовых переворотов. Затем он отстраняет от трона всех фаворитов своей матери и многих ее приближенных. Главную проблему России Павел видит в расхлябанности дворянства, которое вместо того, чтобы служить отечеству, придается лишь собственному обогащению и реализации своих собственных привилегий. Кстати, о них. Так-так, дворяне не служат. Добро пожаловать в казармы. К ним нельзя применять телесные наказания. Порка не помешает. Они могут устраивать собрания и подавать коллективные прошения. Отменить. Не платят налоги по 20 рублей в год с каждого. Что? В смысле возмущаются? Везти в Петербурге комендантский час в 10 вечера. Павел словно продолжал строить своих солдат в Гатчине, но теперь уже в масштабе всей страны. В армии насаждался культ дисциплины и постоянных учений. Офицеры возмущались, но простые солдаты были благодарны новому императору. Благодаря его указам в армии были введены шинели, а также воинские и морские уставы. Теперь офицеры были обязаны выплачивать жалования вовремя, нести ответственность за своих солдат, да и сам срок службы рекрутов был сокращен до 25 лет. Обратил свое внимание новый император и на крестьян. Ну то есть как, в 1797 году манифест о трехдневной барышне он издал, а вот проследить за его исполнением этого у него уже не получилось. Согласно этому указу, теперь помещик не мог дергать своих крестьян больше трех дней в неделю работать на своей помещичьей земле, а также он не имел права использовать их труд в воскресенье. Звучит неплохо. Вот же он, первый правитель, которому не безразлична судьба земляных работяг. Да только вот в чем загвоздка. Дело в том, что в губернии попал не текст манифеста, а его пояснение со стороны Сената, который как-то совершенно случайно забыл включить этот пункт про три дня в неделю. Круто, да? В пояснении для губернаторов манифеста о трехдневной барышне не было ни слова о трехдневной барышне. В общем, слышь, работать. Неоднозначной была и внешняя политика Павла I. Он сразу вписался в антифранцузскую коалицию вместе с Австрией, Англией и Турцией, для того, чтобы поставить на место взорвавшихся французских республиканцев. Их солдаты, сражавшиеся за идеи свободы, равенства и братства, но уже для других народов, вовсю громили войска соседних королей и герцогов. Во главе русского флота был поставлен Федор Ушаков, а во главе русской сухопутной армии Александр Суворов. Да, оба поднялись еще во времена Екатерины II, но даже Павел признавал их талант, хотя недолюбливал ни того, ни другого. В 1799 году русско-австрийская армия вступила на территорию Северной Италии, которую заняли французы. Сначала Суворов одержал верх на реке Адде, потом занял Милан и Турин. Французский генерал Макдональд дал бой у реки Требии, но и там союзники переиграли французов. Решающую победу русские с австрийцами одержали у городка Нове в начале августа. Северную Италию полностью очистили от французов. В это время эскадра Ушакова выбила французов с Ионических островов близ Греции и штурмом взяла довольно мощную крепость Корфу, а потом моряки высадились в Неаполе и Риме. Ух, армии и флот! Ух, чертяки! Ух, что творят! Только Россия с этого ничего не получила. Скорее даже наоборот. Начали беспокоиться австрийцы, которые хотели вернуть себе итальянские земли, а не освобождать их. Поэтому было решено спровадить русскую армию куда подальше. Новую часть своей версии франшизы «Миссия невыполнима» Суворов разыграл в Швейцарии. Его армия была отправлена туда для того, чтобы соединиться с корпусом римского Корсакова, а австрийцы должны были помочь с припасами и подкреплениями. Ааа, эти австрийцы! Самое слабое звено! Прощайте! По сути, русскую армию кинули в окружение французов в гористые местности, но Суворов действительно совершил невозможное. Неся минимальные потери, одержал верх в ущелье Сен-Готарт, а его войска вышли из окружения французов и пересекли этот чертов мост. Не, он реально так назывался. Военачальник не добился поставленных целей, зато спас армию, за что получил титул князя италийского и чин генералиссимуса. Павел разочаровался в союзниках, но заинтересовался Наполеоном Бонапартом. Этот корсиканский генерал стремительно набирал популярность, подавлял волнение и вообще создавал впечатление твердой руки и порядка того, что так любил русский император. Начались переговоры с французами, рассматривались планы захвата казаками английских колоний в Индии. Угу, вот в Европе у всех такое же лицо было. Так, самое время для трех занимательных фактов по теме выпуска. Итак, первый факт. Павел считал свержение своего отца крайне несправедливым, а потому сразу же после смерти Екатерины он приказал извлечь прах Петра Третьего и довольно масштабной процессией пронести его сначала к Зимнему дворцу, а затем в Петропавловскую крепость, чтобы захоронить вместе со своей супругой. И довольно масштабной процессией пронести его... И довольно масштабной процессией... Кстати, Павел Первый еще и сам лично карнавал прах Петра Третьего. Как говорится, я и сам своего рода некромант. Второй факт. С детства Павел увлекался рыцарской тематикой и тут как нельзя удачно подвернулся захват французами в 1798 году острова Мальта. Местный рыцарский орден нашел прибежище в Петербурге, а сам Павел стал магистром Мальтийского ордена. Его символ в виде креста даже какое-то время побывал на российском гербе. Третий факт. С точки зрения развития архитектуры, правление Павла Первого часто называют войной дворцов и замков. Дело в том, что Павел посносил ряд маминых дворцовых построек, и зато воздвиг несколько новых замков с откидными мостами и рвами. Самый известный из них — это, конечно же, Михайловский замок в центре Петербурга. Именно в этом замке и был убит император. Вообще, заговор формировался довольно долго. Многие в высших кругах были недовольны политикой Павла Первого и хотели организовать типичный дворцовый переворот с подписанием акта об отречении и передачей власти сыну Александру. А самого Павла хотели признать душевно больным. Вообще, идея не новая. Такое уже успели провернуть в Англии и Дании. Главные действующие лица. Вице-канцлер Никита Панин, губернатор Петербурга Петр Палин, а также братья Зубова, один из которых, Платон, был последним фаворитом императрицы Екатерины. Также стоит отметить Леонтия Бениксона, командира Изюмского полка, который в итоге и собрал батальоны Семеновского и Преображенского полков, ворвавшихся в замок. Запомните этого парня, он еще сделает себе карьеру. У заговорщиков как-то сразу все пошло не по плану. Сначала они долго не могли отыскать императора в его собственных покоях. Потом Павел отказался подписывать отречение. Затем в легкой истерике он почти смог всех во всем переубедить. Но по ходу дела ввязался в потасовку с податами от шампанского офицерами и, как итог, многочисленные побои, рассеченный висок табакеркой и удушке шарфом. Так печально и закончилось правление Павла I. И обо всем этом знал его сын Александр, которому еще предстояло с этим жить и продолжать править Россией в довольно непростое время. Но об этом мы поговорим уже в следующий раз. Вовсю разгорается пламя французской революции, сочиняется Марсельеза, вовсю не переставая работает гильотина и объявляются войны всем соседним странам. В течение года власть во Франции в руках якобинцев, радикалов, которые казнили всех без разбору врагов революции, от дворян до священников. Кстати, благодаря именно им слово «террор» вошло в массовый обиход. Англичанин Эдвард Дженнер впервые успешно внедрил в тело шестилетнего сельского мальчика коровью оспу. Так началась история вакцинации. Войска Наполеона Бонапарта высаживаются в Египте и временно захватывают его. И нет, Наполеон не отстреливал, но сфинксу ядром из пушки. Знаете, в чем проблема с Павлом Первым? Про него очень тяжело рассказать так, чтобы никто в итоге не остался обиженным. Ты его либо слишком романтизируешь, либо наоборот выставляешь каким-то деспотом на троне. Нет смысла извиняться или оправдываться, но есть смысл сделать кое-что другое, понять, а в чем Павел Первый просчитался. Цели у Павла уж точно были благородными. Навести порядок в деградирующей государственной системе, поставить обленившуюся верхушку на службу общему благу и восстановить идеалы справедливости хотя бы около трона. Беда в том, что в своем нетерпении и нервозности император хотел сделать все здесь и сейчас, словно по щелчку пальца. Все якобы сразу должны были начать подчиняться, беспрекословно выполнять все, что требует монарх, сразу сообразить, что благородно и правильно, а что нет. Вот тут и просчитался Павел. Подобные перемены, сколь нужными и своевременными они не являются, всегда требуют очень много времени. И мало желания переучить лишь верхушку дворянства. Вполне возможно, что начинать стоит вовсе не сверху, а снизу, с безграмотного населения, с очень узким кругозором. И что получил Павел? Его после смерти Михаил только самый ленивый. Те же самые люди, которые поднимутся при Александре, получат чины и звания, они только подогреют убеждение всех в том, что Павел был самодуром и мечтателем. Да и кто бы на их месте не пытался оправдать себя после случившегося в Михайловском замке? Сложно воспитать верность к Отечеству людей, которые не могут быть верны даже перед самими собой, постоянно путая показания и указывая пальцем друг на друга в своих мемуарах. Но не отчаивайтесь и помните, что история России может научить вас гораздо большему, чем кажется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова